Народ, привет! Сегодня у нас с вами пройдут тестовые испытания двух МЗ. Вы их видели уже у меня на распаковочке. Для испытания выбрана вот такая вот локация. Кажется, что небольшой бугорок, но он прям такой в принципе серьезный. И плюс мы будем испытывать на породе. Она очень сыпучая и зацепа практически не будет. Вот они, два наших испытуемых. Один полностью стоковый. И один, у нас немножко доработана подвеска. И стоят зубастые кастомные покрышки. Ну что, приступим. Первым поедет у нас стоковая МЗ. Посмотрим, каким маршрутом ей получится забраться. Поедем по левой стороне. здесь более пологий подъем. Но листва, либо порода. Вот, если нет, будем тогда пробовать другой маршрут. Расходы у нас на максимуме. Пробуем. По ровной сухой поверхности машина идет очень хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Подъем высокий. Идет как по маслу. Пробуем. Не стоковый. Бугор оказался вообще очень легкий. Расходы на максимуме. Тот же самый маршрут. Да, на этих колесах поворачиваемость ОМЗ стала намного меньше, потому что они широкие. Но, в принципе, идет так же. Я думаю, что мы продолжим брать этот же склон и поедем дальше. Также первым идет стоковая МЗ. Вот первые проблемы. Порода очень сыпучая и он встает. Пробуем чуть-чуть спуститься и с разгончика. Не идет. Пробуем другую модель. Посмотрим, как пойдет на больших покрышках модель. К сожалению, из-за того, что мы увеличили ход подвески, задний мост выскакивает. И получается то, что грибут только два моста. Задний мост идет просто так. Видите? Поэтому наш мини-тест будет, наверное, неудачным. Потому что мы просто грибем и тронуться никуда не можем. И на зубастой, и на лысой, на мягкой почве ни одна из моделей не едет. Пробуем еще разочек подняться. И вот что мы получаем. Стягивает нас и мы взрываемся. Зацепа больше нет. Мотор 370. Но все равно со штатными аккумуляторами он не едет. Надо сюда ставить, значит, надо ставить 7,2 вольт, 7,4, 2С аккумулятора. Тогда он лепошечку, тогда он будет что-то нам показывать. А так на данном этапе мы просто роем землю. Давайте еще немножечко прокатимся по этой местности. Небольшие горки, а просто небольшой заездик. И посмотрим на его поведение. Подвеска не работает совсем. Третье на имя. Продолжение следует... Продолжение следует... Поедем в обход... Значит, что я хочу сказать по поводу МЗ-ок... Не один раз я уже их снимал... По ровной поверхности для ребенка он будет просто идеален... Как модель надо дорабатывать... Надо что-то смотреть с подвеской... Многие писали поставить от ВПЛки... Возможно, это, конечно, будет и хороший момент, но... Там тоже не все так хорошо, но копийности будет больше... Вот... А так по прямой машина это просто идеально... Вот... Она едет... Все... Ну, немножечко доработать, чтобы подвеска ходила... Рассчитать... Либо поменять задний кардан... Просто поставить удлиненный... И тогда его можно будет приподнять... И поработать с подвеской... Справляется со всеми препятствиями... Вот... Поменять аккумулятор на более... Мощный... Чтобы была побольше тока отдача... И... Побольше емкости... А то вот 15 минут и... Аккумулятор сел... По прямой он еще тянет... А вот... На бугорок... Все... Мощности уже не хватает... На нашем аккумуляторе осталось только спуститься... Ну, все... На этом наш обзор подходит к концу... Нормальные тесты будут после того, как мы переделаем его на липоаккумуляторы... Вот... И после этого тогда мы сможем только нормально ездить... Все... Всем спасибо за просмотр... До новых встреч... Пока...